Защитить наш финансовый рынок от спекулятивных атак из-за рубежа и изнутри. Для этого Герасченко применил очень простую меру. Зафиксировал валютную позицию коммерческих банков. То есть коммерческие банки не могли наращивать валютные активы. Кстати, если бы это было сделано в 2008 году, 2 трлн рублей, которые выделены были центральным банком, напечатаны, для спасения коммерческих банков, не улетучились бы на валютный рынок и за границу, а работали бы на рост экономики. Уже тогда мы допустили серьезный промах тем, что, начав денежную эмиссию, не ввели валютных ограничений. В итоге коммерческие банки, президент принял решение антикризисную программу ввести в действие, указав, что коммерческие банки, получая эти трлн денег, должны направить их в реальный сектор. Вместо этого они их направили на валютный рынок. То есть это не исполнение. И произошла утечка капитала, пользы от этого никакой не было. В итоге российская антикризисная программа 2008 года была самой дорогостоящей относительно валового продукта и самой низкоэффективной. У нас самые большие падения произошли в реальном секторе, на финансовом рынке. Сейчас происходит то же самое. Но возвращаясь к этому опыту, защитить систему не вопрос. Это легко сделать. Любой финансист знает, как защитить валютную систему от спекулянтов и от утечки капитала. Второе. Повышение процентной ставки, которая убила сегодня экономический рост. Тогда вместо повышения Примаков с Герасченко сохранили ставку низкой, отрицательной в реальном выражении. То, что делают сегодня все банки мира. Они держат процентные ставки отрицательными для того, чтобы дать возможность бизнесу взять столько денег для расширения производства и внедрения новых технологий, сколько у них идей, бизнес-планов и интеллектуальных и ресурсных возможностей. Потому что мир проходит технологическую революцию. Мир смещается к новому технологическому укладу. Это и есть та структурная перестройка, не в смысле Юдаевой, а настоящая структурная перестройка – это освоение новых технологий. Для этого нужны длинные дешевые деньги, потому что это высокие риски и высокий период окупаемости. Но высокие риски не должны трансформироваться в высокие процентные ставки. Высокие риски должны демпфировать государство путем финансирования научно-сельских работ, путем разработки долгосрочных прогнозов, путем формирования стратегических планов, которые у нас отложены теперь на 2019 год. То есть государство должно помогать бизнесу делать эту структурную перестройку, указывая, где перспективны направления роста. Правительство Примакова только подошли к этому вопросу. Когда они стабилизировали экономику, вопреки тому, что рекомендовал МВФ, эти простые инструменты, а именно валютное ограничение против спекулянтов, низкие процентные ставки, рефинансирование под расширение экспорта и стабилизация тарифов на услуги естественных монополий, при резком падении курса рубля, которое тогда произошло, дало взрывной эффект. Рост промышленного производства на 1% в месяц и снижение инфляции в 3 раза. А вот сегодня мы делаем все прямо наоборот. Поэтому первое, о чем я скажу, это, безусловно, поражение ума денежных властей когнитивным оружием, и у них в голове МВФ-овские мифы. Это ЦБ, это Минфин, это Минэкономразвитие. Не только. У нас огромное количество экспертов, которые обслуживают эти интересы. Второе. Насчет национальных интересов. Когда мы проводили расследование в Совете Федерации о причинах дефолта 1998 года, мы с удивлением узнали много поразительных фактов. Например, люди, которые вели переговоры с МВФ тогда, мало того, что им предоставляли информацию, которая была закрытой, так они еще давали такую утечку информации, при которой американские держатели российских государственных обязательств получали предложение обменять рублевые обязательства, краткосрочные, которые уже болтались в ситуации преддефолтной, на долларовые среднесрочные бумаги. И эти предложения американские спекулянты получили до того, как правительство приняло официальное решение это сделать. То есть это либо они сами готовили это решение, либо здесь инсайдерская явная игра в ту сторону, поэтому граждане, которые этим занимались, их фамилии, так сказать, известны, в определении Совета Федерации получили, так сказать, признаки состава преступления в плане измены национальным интересам, и дело было переедано в прокуратуру. К сожалению, несмотря на решение Совета Федерации, оно опубликовано, в открытом доступе могут прочитать, встретить много знакомых фамилий. Некоторые из них уже в Америке. Совет Федерации рекомендовал этих людей не допускать ни на какие государственные посты, и не подпускать и близко к государственным деньгам. К сожалению, почти все фигуранты сегодня снова на постах и на государственных деньгах. Вот у меня очень простая рекомендация. Значит, если мы имеем дело с сознанием человека, который считает, что государство должно уйти с валютного рынка, и так будет лучше, так сказать, для всех, надо этого человека направить в частный сектор, поработать частным бизнесменом, дать ему, допустим, миллион рублей, и пусть он развивает свой бизнес в отсутствии государства, в условиях этого хаоса. Значит, поэтому людей, которые считают, что государство ничего не должно делать для стабилизации и развития, нужно всех отправить в частный бизнес. То есть вы предлагаете всех чиновников аппарата ЦБ и Бенфина направить промышленность в реально тот хаос, который они создали? Те, кто нам пытается доказать, что хаос для бизнеса – это хорошо, и что бизнес в отсутствии планирования, в отсутствии стабильности курса может нормально развиваться, вот командировать их, дать им кредит в миллион рублей, и посмотреть, вернут ли они эти деньги через хотя бы три года. Продолжение следует...